Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события этого дня. Пособие победности увеличится в три раза. На что еще могут рассчитывать пенсионеры и многодетные семьи. Футбольные чемпионаты строительства жилья. Главная тема встречи самарского губернатора и представителя администрации президента. 200 тысяч рублей. Цена свободы. В Самаре задержали женщину при попытке дать взятку полицейскому. Выжить после катастрофы. Самарские спасатели соревнуются за звание лучших. Подари надежду. В Самаре пройдет благотворительный аукцион для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 марта в Самарской области больше чем в три раза увеличится пособие победности. Со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи. Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях. Увеличится и вознаграждение приемному родителю. Изменения коснутся пенсионеров. По какой системе теперь будут начисляться компенсации за оплату коммунальных услуг узнала Лариса Шалафаст. Коммунальные платежи для ветерана труда Эдуард Дубмана в числе первоочередных трат. Поэтому ко всем изменениям в законодательстве он относится очень внимательно. Раньше ветеранам, инвалидам и многодетным семьям полагалась единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. После вступления в силу федерального закона выплата заменена компенсацией. Но точный ее размер самостоятельно ветеран рассчитать не может. Я начал звонить у меня по всему городу, это наши ветераны живут. Соседний дом вот здесь. 280 рублей. И то получил. Жена получила, муж нет. Почему? Не знаю. Я лично по нулям получил. Ничего. Теперь деньги льготники будут получать только после оплаты квитанций за коммуналку. Информации об этом поступают в Министерство социально-демографической и семейной политики. На основании данных об оплате и будет начисляться компенсация. Рассчитывать на деньги могут все, кто исправно платит за услуги ЖКХ. Неплательщикам сначала придется погасить все долги. В региональном министерстве социально-демографической политики поясняют, если выплата задерживается, нужно обращаться в отделение соцзащиты. А сейчас, по сути, мы взяли данные за ноябрь, а в ноябре люди ЕГЭВ это получили. Поэтому, по сути, сейчас вот январь-февраль, это внедрение в действие нового механизма, это, по сути, переходный период. Мы начисляем компенсацию, сходя из тех сведений, которые нам предоставили поставщики ЖКХ. Если совсем не получили, тоже нужно разбираться. Долги у вас или вы не попали в базу данных, почему-то сведения о вас были утрачены, они не поступили. Вот здесь нужно будет разбираться. Теперь для социальных выплат в регионе установлен критерий адресности и нуждаемости. Перераспределение бюджетных средств будет в пользу тех, кто реально живет за чертой бедности. Таково требование федерального закона. Это касается и компенсации платы за детский сад. Теперь ее смогут получать в семьях, где средний доход на каждого не более полутора прожиточных минимумов. Установлена единая выплата детям-сиротам, заканчивающим школу. 5 тысяч рублей от областного правительства. Ранее администрация Самара установила аналогичную выплату в размере 10 тысяч рублей. Поддержат и многодетные семьи. В особе малоимущим увеличено со 150 до 500 рублей. Кроме того, увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Люди могут и должны следить за сферой ЖКХ. Общественный контроль нужно усилить. Такова суть нового постановления российского правительства. В Самарской общественной палате уже несколько лет действует организация ЖКХ-контроль. Но и работу необходимо обновить и скорректировать. К апрелю в каждом муниципальном районе области появятся общественные советы, где будут работать активисты, например, представители ТСЖ и ТОСов. Они пройдут спецобучение, чтобы грамотно контролировать сферу ЖКХ, проверять работу ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Результаты таких проверок будут публиковаться на сайте общественной палаты как рекомендации для дальнейшей проверки жилищной инспекции. Это будут общественные контролеры в сфере ЖКХ. Договоренность с государственной жилищной инспекцией достигнута. То есть мы создаем эту систему уже в полном объеме в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации. Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона и подготовку к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, речь шла о строительстве стадиона и всей необходимой инфраструктуры. Николай Меркушкин рассказал о том, как в регионе выполняются указы президента, связанные с повышением зарплаты работников бюджетной сферы, а также реализации программы обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, переселения из ветхого и аварийного жилья. По объемам строительства Самарская область одна из лидеров в стране. Также на встрече говорили о том, как воплощается в жизнь федеральный план по подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля в Тольятти. Кроме этого, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Самарской губернской думе Михаилом Моряхиным. Обсуждали работу Центров защиты прав граждан. Николай Меркушкин поинтересовался, с какими проблемами люди наиболее часто туда обращаются. Актуальные вопросы связаны с капитальным ремонтом и качеством работы управляющих компаний. В этой части наибольшее нарекание жителей вызывают начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, в особенности плата за общедомовые нужды. Глава региона отметил, что в отношении управляющих компаний необоснованно завышающих плату за ОДН будут принимать самые жесткие меры. Муниципалитеты Самарской области получат субсидии из областного бюджета. На это предусмотрено больше 3 миллиардов рублей. Сколько из этой суммы дадут Самаре, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте, цены на нефть растут. Бренд удерживается на отметке выше 56 долларов за баррель. Валюта тоже чуть подорожала. Курс на 1 марта. Доллар 57 рублей 96 копеек, евро 61 рубль 38 копеек. Золото стоит 2340 рублей, серебро 34 рубля 3 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 50 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 60 копеек. Ниссан отзовет больше 30 тысяч машин в России. У автомобилей 2013-2016 годов производства выявили брак в тормозной системе. По итогам 2016 года жители Самарской области вложили в иностранную валюту больше 32 миллиардов рублей, сообщает Самарстат. А муниципалитеты Самарской области получат субсидии из областного бюджета. На это предусмотрено больше 3 миллиардов рублей. Размер финансовой поддержки будет зависеть от выполнения определенного набора социально-экономических показателей. По итогам января самые высокие результаты по этим показателям у Жигулевска, Самары и Чапаевска. Больше всего средств получит Самара 49,5 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. В специальных стендах для объявлений, на подъездах или в лифтах. Сегодня об этом сообщили всем управляющим компаниям и районным администрациям на общегородском совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Районы берем на контроль. Собираем информацию с подтверждающими непосредственно документами и предоставляем прокуратуру. Когда отсчет идет на секунду, спасателей нет права на ошибку. Сотрудники Федеральной противопожарной службы соревновались в профмастерстве. С теми, кто всегда спешит на помощь, встретилась Алина Чемерис. По легенде здесь случилась авария. В салоне зажаты пассажиры. На место прибыл аварийно-спасательный автомобиль со всем необходимым оборудованием. Рядом дежурит машина скорой помощи. У спасателей на счету каждая минута. Обозначить место аварии, заблокировать колеса, тщательно проверить машину. С этого начинают команды спасателей. Чтобы добраться до пострадавших, разбивают окна автомобиля, пускают в ход гидравлическое оборудование. На выполнение задачи каждой команде дается 45 минут. Но, как правило, справляются пожарные гораздо быстрее. Здесь основной момент отрабатывается оказание помощи до прибытия медицинской. Безопасное извлечение пострадавшего. В данный момент у каждого есть своя легенда, где прописано, что случилось с пострадавшим, какой вид ДТП. Сегодня в машине манекены, но в реальной ситуации на кону жизни людей и права на ошибку нет. Чтобы рука спасателя не дрогнула, когда важна каждая секунда, проводятся соревнования по профмастерству. Сегодня в них участвуют шесть команд. Это лучшие спасатели региона из Самары, Тольятти, Сызрани. На состязании пожарные действуют по алгоритму, но во время реального ЧП, говорят, никакого регламента нет. Всегда приходится ориентироваться по ситуации. Субару и Калина. Произошло столкновение, и после этого в Субару была зажата девушка, прям причем серьезно была конструкция. А в Калине было три человека, у которых были различные травмы. Каждый спасатель, который прибыл туда, уже знал, что непосредственно он должен делать. То есть мы разделились. Я участвовал непосредственно, помогал в разборах Субару. И остальные три человека работали на Калине. Почему? Потому что там было больше пострадавших. Сегодня лучшей стала команда седьмого отряда федеральной противопожарной службы. Теперь спасателям предстоит защищать честь Самарской области на межрегиональных соревнованиях. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Килограмм героина пыталась провести в машине жительницы Новокубышевска. Наркокурьеры задержали сотрудники ДПС в Волжском районе. Около села Дубовый мёд инспекторы остановили машину за нарушение правил дорожного движения. Женщину-водитель подозрений не вызвала, а вот пассажирка выглядела нетрезвой. У наркокурьера обнаружили пояс с пакетами героина. Сама женщина также находилась под действием наркотиков и раньше привлекалась к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. Полицейские обыскали квартиру. Нарушительницы обнаружили больше 4 килограммов героина. Наркокурьера арестовали. Ей грозит тюремное заключение. Хотела закрыть дело и сама попала под статью. В Самаре задержали женщину, которая пыталась дать взятку полицейскому. Таким образом, она хотела спасти своего родственника от уголовного преследования за распространение наркотиков. Для этого женщина не пожалела 200 тысяч рублей. Таков размер взятки. Данное денежное средство мне передавать женщину за факт, чтобы поняту и видеться в отношении действий не было возбуждено уголовное дело. Сейчас нарушительница закона сама находится под следствием. Ее обвиняют по 291 статье Уголовного кодекса. В лучшем случае женщина отделается штрафом или отправит на принудительные работы. Чтобы в марте увидеть, как растут тюльпаны, не нужно ехать в Голландию. Достаточно сесть в Самарскую колонию. В местах не столь отдаленных уже наступила весна. Постояльцы 10-й исправительной колонии собирают урожай тюльпанов аккурат к 8 марта. В этом году он рекордный больше 70 тысяч цветов. В том, что даже за решеткой есть место прекрасному, убедился Андрей Горгуленко. Дмитрий Сафонов старший в отделе растенееводства. Раньше цветами не занимался, но быстро всему научился. Признается, что душа радуется, когда видит результаты работы. Конечно радует, когда трудишься, трудишься. Вам не было бы желания, если есть желание. На основном все вырастет. Работают за решеткой за деньги. Однако только часть их капает на счет. Большая часть уходит на содержание самих осужденных. Кто-то выплачивает компенсации по решению суда. Но деньги здесь не главное. Такая работа помогает не забыть, что за пределами зоны есть жизнь. Есть животноводческое хозяйство, есть сельхозучасток, птицы, кролики, гуси, утки, птицы. Соответственно, помимо этого производства у нас еще есть производство муки, разлив воды, минералок, автосервис. Изготовлены железобетонные изделия. То есть, производство разного типа. Это одна из форм трудового воспитания. В данном случае, я думаю, что и самим осужденным это гораздо более приятно, нежели какая-либо другая работа. Я думаю, они выполняют данную работу с удовольствием, получают в том числе эстетическое, духовное, так скажем, наслаждение от выполнения ими данной работы и видят результат своего труда. Тюльпанами в 10-й справительной колонии занимаются уже второй год. В прошлом году работала только одна теплица. Сейчас уже три. Это позволило посадить 75 тысяч луковиц. Цветы в основном пойдут на продажу. Ну а 8 марта тюльпаны получат в подарок женщины в погонах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. В Самаре становится меньше бездомных собак. Об этом говорят данные статистики за последние 7 лет. Их популяция сократилась с 14 тысяч до 5. Также в два раза снизилось число людей, которые обращаются с укусами уличных собак. Тему сегодня обсуждали в общественной палате. Главной причиной появления брошенных животных называют безответственность людей. Остром остается вопрос правового регулирования этой сферы. Эксперты говорят, что необходимо принять федеральный и региональный закон об ответственном отношении к животным. Он станет базой для создания городских программ. Сейчас в Самаре усыпляют 90% отловленных собак. В Тольятти это цифра ниже 60%. Сегодня это и есть в некоторых более и обмен опытом, обмен информацией. Потому что есть в стране хорошие приводят примеры. Это Петербург. На протяжении примерно 7 лет нашел решение проблемы как раз системы ОСВ. То есть отлов, стерилизация и выпуск. Далее коротко других событий дня. Самосвал МАЗ повис на мосту. ДТП случилось на дороге Самара-Чапаевск. Как сообщили очевидцы, водитель самосвала не справился с рулевым управлением и допустил занос машины. Она пробила задней частью ограждения моста и повисла над обрывом. Водитель остался жив. Тяжелая машина чудом сохранила равновесие и не упала вниз. В окрестностях Тольятти под лед ушли два снегохода. Один инцидент произошел в районе села Хрящевка Ставропольского района. Снегоход провалился примерно в 20 метрах от берега. Водитель не пострадал. Второй случай был зарегистрирован на Волге, неподалеку от горы Лепешка. В этом случае тоже все остались живы и даже удалось вытащить транспортное средство из воды. По словам спасателей, сейчас лед на водоемах нестабильный. Водителей просят воздержаться от выезда на него. Самарцы просят наказать владелицу зоогостиницы, в которой погибли 40 кошек и собак. Заведение, находившееся в частном доме на улице Омска, сгорело 17 февраля. Сразу же после пожара в группах социальной сети появилось множество постов, авторы которых критиковали хозяйку зоогостиницы Елену Бородину за условия содержания животных. Сейчас самарцы требуют привлечь ее к уголовной ответственности. Самарцы стали реже жениться. За год количество браков сократилось почти на 16,5%. Правда, есть и положительные тенденции. Количество разводов тоже уменьшилось. В 2016 году брак расторгли чуть более 14 тысяч пар, что на 154 меньше, чем за предыдущий период. В целом сейчас в регионе на каждую тысячу пар приходится 653 распавшихся. Напомним, что чаще всего жители региона женятся в возрасте от 25 до 34 лет. Причем довольно многие жители региона выбирают пару иностранцев. Наибольшей популярностью пользуются представители Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. 189. В музее имени Алабина состоится бал «Зеркало для красавицы». Он запланирован на 3 марта. Участники студии исторического танца научат посетителей танцевать полонез, вальс, марш и польку. Также гостей мероприятия познакомятся с новыми бального этикета. Барышни узнают о содержимом бальной сумочки и овладеют искусством использования веера. А кавалеры будут учиться носить цилиндр, выполнять поклон и делать комплименты дамам. Кроме того, запланирована экскурсия по залам музея. В Самаре пройдет второй благотворительный аукцион «Подари надежду». Благотворительность в нашем городе становится традицией. Участие в подготовке к аукциону в этом году приняли дети с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж Инессы Панченко. Это радость моя. Это смысл моей жизни. Смысл жизни Валентина Голубева чуть было не потеряла. Год назад единственному внуку поставили страшный диагноз – острый лимфобластный ликоз. Дальше, как в тумане, больница, капельница, химиотерапия. Врачи спасли мальчика, но болезнь не отступила. Каждую неделю бабушка возит Мишу на такси из Сызрани в Самару на лечение. Другие виды транспорта при таком заболевании невозможны. Семейный бюджет уже не справляется с расходами. Но Миша с бабушкой не теряют надежды. Сейчас мечтаю выздороветь. Пускай и медицинский. Ежегодно в отделении онкогематологии в Самаре проходит лечение около тысячи детей. Чтобы помочь им и их родственникам справиться с болезнью, год назад в Самаре при поддержке администрации города прошел благотворительный аукцион «Подари надежду». На нем выставили работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Все вырученные деньги были направлены в первую городскую детскую больницу на поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В этом году данная традиция продолжена. Время добрых дел продолжается. 20 прекрасных работ к новому аукциону подготовили в этом году дети-инвалиды. Те, кто имеют основания обижаться на судьбу, сами хотят помогать другим. Наши семьи не всегда могут справиться в одиночку. Бывают трудности, когда помощь, поддержка и плечо другого человека очень важны. Каждый из жителей города может внести в копилку милосердия частичку своего добра. Второй благотворительный аукцион «Подари надежду» пройдет 1 марта в 16 часов в Театре Самарская площадь. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Самые сильные, деловые и прекрасные. В Самаре наградили участниц акции «Женщины Самарской области». 80 номинанток из всех городов и районов региона получили награды в самых разных сферах. Наука, образование, здравоохранение, культура, общественная деятельность. Также поощрили ветеранов женского движения, основательниц Союза женщин Самарской области, которому исполняется 30 лет. В этом году Союз получил большую награду – памятную ленту к знамени «Самара, город трудовой и боевой славы». Я уверена, что те задачи, которые мы с вами ставим, а это задачи прежде всего быть хозяевами своего родного города, своего родного района, своего родного двора, мы обязательно исполним. У нас в основном женщины работают. Это, как бы сказать, сопряженно. Это работа, конечно, сложная. Выбор пал, и не жалею ни о чем, потому что помогаем людям встать на путь истинный, направляем их, и видим свои результаты. Битва умов. Любители пошевелить мозгами сошлись в интеллектуальном поединке. На фестиваль по игре в шахматы-шашки преферансы «Бриш» собралось более 200 человек, в том числе работники СМИ. В схватку интеллектуалов вступили и сотрудники нашего телеканала. За игровой стол села Алина Чемерес. Шашки – наиболее понятная и знакомая для всех игра. Я тоже решила принять участие в турнире. Мой оппонент ни больше ни меньше – международный гроссмейстер по шашкам, двукратный чемпион мира Олег Дашков. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Партия закончилась, не успев начаться. 58 секунд, друзья. Я проиграла. Спасибо за партию. От знакомых с детства до малоизвестных. Бридж, преферанс, шашки, манджонг. Участники признаются, во время турнира действительно кипят мозги. На битве умов собрались более 200 человек. За игровыми столами напряженная борьба. Партии длятся от 10 минут до нескольких часов. Игра «Го» – одна из самых распространенных среди любителей пошевелить мозгами. Игра черными и белыми камнями. И основная цель в этой игре – оградить как можно больше своей территории. Это игра в огораживание. В эту игру еще играли древние императоры. И для них это было очень символично. Они строили большое государство. Им надо было удерживать надежно свои границы. И в игре они тренировали свои навыки по управлению страной. Турнир по шахматам проходит при поддержке Самарского отделения Союза журналистов. Сделать ход конем решили и сотрудники СМИ. Интеллектуальную честь телеканала «Самаргиз» защищает Борис Кобзев. В турнире он занял четвертое место. Игра сложная, потому что здесь миллионы вариантов этой игры. И нужно постоянно делать просчет ходов на несколько вперед. Нужно обдумывать не только ходы, но и комбинации. Игра захватывающая. У судьи задача, конечно, следить за всем. Во-первых, чтобы все началось правильно и хорошо, и чтобы протекало. Потрогал фигуру, не сходил. Переключил, не пошел. Сделал невозможный ход. А все-таки мы должны соблюдать все эти правила. Ну, а элементарные такие, как сыграл партию, не сообщил результат. Ну, тоже непорядок. Мы же сидим и ждем. Фестиваль интеллектуальных игр проходит в Самаре уже в 13-й раз. За эти годы в нем поучаствовали более 5000 человек. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Турнир по хоккею с мячом прошел на локомотиве. Соревнования получились необычными, начиная от размера спортплощадки, заканчивая обувью. Андрей Горгуленко попробовал себя в роли галкипера. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире Самарские новости спорта. Команда телекомпании «Самара ГИС» впервые вышла поиграть в хоккей с мячом. На воротах Андрей Горгуленко в атаке, Сергей Кизоркин. Особенности турнира, посвященного Дню Защитника Отечества, мини-площадка. Коньки заменили на валенки, время матча всего 20 минут. Привлекли к забытому в Самаре виду спорта новых поклонников. Среди них и команда турнира «Золотая шайба», «Космические аллигаторы». Непривычно, но справляться можно. Удары получаются. Поиграть, получить удовольствие, но самое главное. А выиграть это уж как получится. Хоккей с мячом в валенках – разновидность классической версии «Бенди». Турниры проходят во многих городах России. Первые соревнования в Самаре собрали на локомотиве 12 команд. Играли по олимпийской системе, на вылет. Следующей зимой организаторы обещают провести хоккей с мячом в валенках уже полноценным турниром. Не в один день, а несколько месяцев, если позволит погода. Он доступный для всех абсолютно. Минимум амуниции, достаточно валенок для участия в соревнованиях. Ну и многие, наверное, в детстве начинали с этого. Играли в хоккей во дворах. И потом уже приходили в большой спорт. В первом городском турнире хоккей с мячом в валенках победила команда «Акулы». В финале «Хищники» победили «Крылья Самары» со счетом 7-0. Бронзовые медали у команды «Мехта». Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова